То есть мы имеем сакральную цифру, я вам её даже нарисую сейчас, давайте вот здесь, 777, вот эта цифра обозначает, давайте я её даже увеличу, я такую цифру встретила, что 777 воплощение или инкарнации нужно человеку минимум для того, чтобы его душа смогла проработать все свои тела и все свои проводники, и получила достаточный опыт и смогла отчитаться своей монаде. Но это минимум. Но, к сожалению, мы ухитряемся, когда мы рождаемся, вообще терять связь с душой и никакие контакты не иметь ни с душой, ни с монадой. Мы засыпаем, забываем, зачем мы родились. И поэтому вместо того, чтобы выполнять вот эту самую главную задачу, то есть прорабатывать, скажем, физическое тело на первом луче, на втором этапе, мы живём кое-как. И из-за того, что мы живём кое-как, у нас получается вот этот эффект так называемого дня сурка. Фильм, конечно, гениальный, потому что он показывает, каким образом человек живёт во сне. Он живёт во сне, и действительно, там даже в фильме он просыпается всё время в одно и то же время. И в момент, когда он просыпается, он всё-таки осознаёт, что с ним что-то не в порядке. Но когда он дальше, день у него идёт, он идёт опять по вот этой вот старой программе. Поэтому мы с вами живём вот в состоянии такого нескончаемого дня сурка. И вместо 777 воплощений мы вынуждены очень-очень много их, очень много проживать, гораздо больше. Единственное счастье нас с вами вот наконец догнало, мы с вами вот сейчас прямо разговариваем. Если мы с вами дозрели до того, что мы в состоянии понять, о чём я говорю, и вы это понимаете, и я это понимаю, это значит, что наш день сурка закончился. И у нас с вами сейчас начался новый этап. Когда мы в состоянии сейчас понять, какие лучи находятся у нас сейчас конкретно у каждого, свою понять лучевую структуру, ухитриться её нарисовать и провести анализ её до момента смерти. Это шанс. Просто я бы сказала, ну какой-то бесконечно счастливый шанс.